Сыграть на фортепиано, подготовить учеников к научной конференции, выступить с ансамблем на школьном концерте. На уроках искусства у Ирины Голубевой всегда интересно и шумно. Я работала в музыкальной школе, в педагогическом институте, но вот в нашей школе уже 24 года. Я руководитель ансамбля «Затейники», и нам уже скоро исполняется 24 года. Мы начинали как фольклорный ансамбль, потом наша деятельность расширилась, мы поем эстрадные песни, гитарные у нас есть песни. Ну, кроме этого, я занимаюсь с ребятами исследовательской деятельностью. С особенной теплотой педагог рассказывает о своих учениках. В каждом ребенке есть своя особенность. Малыши любят выступать на сцене, а старшие ребята – покорять научные подмостки. На вопрос о смешных ситуациях с учениками каждый учитель может рассказать случай из своей практики. У Ирины Голубевой тоже в запасе не одна забавная история о маленьких шалунишках. Это, наверное, был шестой класс, если… да, по-моему. И один мальчик не пришел в школу. Я звоню маме. А где Сережа? Мама спрашивает, а вы разве учитесь? Я удивилась, почему мы не должны учиться. Мама говорит, и Сережа сказала, что у вас китайская делегация приехала, и школа три дня учиться не будет. Вот такие, ну, бывают, конечно, случаи разные. Лучшая награда для учителя – это любовь и внимание учеников. Этого компонента у героини нашего сюжета хватает в избытке. Если честно, Ирина Владимировна для меня замечательный человек. Мне хочется брать с нее пример, потому что я смотрю на нее как на учителя, во-первых, конечно же. Ну, она так много знает, она рассказывает так много интересного материала про мировую художественную культуру – это ее предмет. И помимо этого все знает – историю, какие-то интересные факты. Она очень много знает о Забайкале, и это мотивирует, появляется какой-то патриотизм. Совсем скоро, 5 октября, вся страна отметит профессиональный праздник работников сферы образования – День Учителя. И уже сейчас у вас есть уникальная возможность необычно и креативно подготовить поздравления для любимого педагога. В преддверии этого замечательного праздника газета «Экстрареклама» сделала такую акцию, добрую акцию для тех, кто хочет поздравить своих педагогов, наставников, в общем, тех людей, которые учили чему-то хорошему, доброму, светлому. Для этого необходимо отправить заявочку на электронную почту, адрес которой указан внизу экрана сейчас. На эту электронную почту отправляете текст поздравления и желательно фотографию педагога, чтобы все знали, о ком вы хотите поведать миру. Заявки с пожеланиями принимаются до 1 октября. Теплые слова о своих педагогах вы сможете увидеть 3 октября в свежем номере еженедельника «Экстрареклама». Юлия Сидельникова, Анастасия Шадрина, Сергей Бумагин, ЗАПТВ.